Выживу ли я после этого интервью? Ну, а как это? Об этом надо говорить. Вы в отчаяние впадали, когда нет звонков? Потому что все-таки это ваша профессия. Тварь последняя. А куда они вас направляли? Я очень рано узнал, что мир несправедлив. Как вы держитесь? Через боль, конечно. Ноги сводят. И есть определенное положение. Я не могу спать там на животе, потому что стопы лежат, и они сводят. Мама дорогая. Во мне, конечно, просыпалась там. Лев просыпался. Котенька, рыбонька, значит, у меня чудная роль для тебя. Это, значит, наркоман, это в сериале. И там вот он лежит на скамейке, вот, ну, впереди главные герои. Вот, ну, там есть что сыграть. Он многодетный отец, обладатель черного пояса по тэквондо и мастер чечетки. Но все знают его по роли ботаника Вали из сериала «Универ. Новая общага». У нас в гостях актер Александр Мартынов. Вы смотрели сериал «Универ», когда только-только начинался он? Не смотрели? Даже не знаете, как там, кто играл, никакого анализа не проводили? Я провел анализ, когда вот мне прислали эпизод сыграть, пробы. Я глянул, старый универ, не новый общага, а старый универ. И так вот я задумался, а надо ли мне это вообще? Ну ладно, давай попробую, раз уж вселенная предложила. Это еще на эпизод вас позвали? Меня позвали на эпизод, я его сыграл. А спустя полгода позвали на пробы на нового персонажа. Гагунский как раз ушел из сериала. И нужен был новый, вот шестой персонаж позвали, на пробы. Месяц это все длилось. Раза три-четыре я приезжал в Москву на индивидуальные пробы, ансамблевые пробы. Они смотрят, как мы сочетаемся с другими персонажами. Это было трудно. Трудно было? Да, конечно. Потому что это нервно. Ты видишь своих конкурентов, вот здесь еще таких же, с бабочками одеты, с очками примерно. Такие еще два актера, я помню. А вот вашего персонажа, вы все-таки его придумывали сами? Или нет? Или он полностью был уже слеплен? Он был слеплен. То есть был придуман каркас. Мамикин сынок, ботаник, очень заумный. Такой систематизатор, все структурирует, такой правильный. И вот он оказывается в другой среде. Дальше уже моя природа, мои какие-то находки. Да, одного персонажа я подглядел и от него взял. В поезде ехал. Просыпаюсь от того, что включил кто-то яркий свет верхний. Я на верхней полке. Просыпаюсь, спрашиваю, зачем вы еще два часа ехать? Зачем как бы верхний свет? Простите, проснулся. Как? Сейчас же будет разнос еды, сказал он. И два часа я вот так за ним наблюдал. Вот повезло, что называется. Он такой прилизанный, такой прямо. Ему лет пятьдесят уже было. На все пуговички. И он все комментировал. О, Колпина проезжаем. Потом разнос еды был. Собственно, ему принесли какую-то кашу. Вот я за ним наблюдал. И вот это я привнес в Будейко. В универ. А можете описать в двух словах своих коллег по сериалу? Вот именно то, какими вы их увидели и запомнили. Парни же КВНщики, Рат, Стас. А они такие крутые КВНщики. У них хороший юмор. И я заметил, в принципе, у КВНщиков такая немножечко профдеформация. Они выстебывают. И это по жизни с ними идет. И они как бы вот у них все вот на этой вот ключе. То есть у них, видимо, внутренняя конкуренция друг с другом КВНщиков. То есть кто более хлестко скажет, кто найдет, что прокомментировать. И они привносят это как бы в съемки тоже, в общение повседневное. Да, мне иногда было сложно. То есть хочется ответить тоже. А я понимаю, что мне с моим юмором не дотянуться. Но иногда что-то говоришь, понимаешь, что ладно, лучше бы я не говорил. Зато как радостно, когда какая-нибудь шутка зайдет. Да, это кайфово. И когда я типа мастеров тоже что-то уел, либо как-то их поразил. И они такие, Саня. Они прямо... Было приятно. Вот такие... Ну, понятно, это все с юмором. Это... По-доброму. По-доброму, конечно. Потому что, естественно, уважение к моему уровню мастерства, они сразу ощутили и проявили. То есть прямо такие... Он пришел как бы человек с образованием. Они это поняли. Девушки. Девушки. Ну, умнички такие, прям красотки. Я как бы как мужчина восхищаюсь. Трудолюбивые, милые. Ну, у меня только, знаете, комплиментарным я могу включить. Самый сложный съемочный день на универе. Ох, это был последний день, заключительный эпизод. Десять лет спустя, то, что мы снимали. Да, мы снимали 22 часа. Смена шла 22 часа. Это, знаете, уже три раза поспать. Там уже в какой-то момент истерика у всех началась. Я на ржаку пробил. И все, а-ха-ха, там палец покажешься уже. Уставшие такие были. Это было тяжелейшее. Ну, последняя сцена, она массовая. Там танец, там песня, там группа, там гости, там мы все. Там сколько человек? 50 было в кадре. Вот это было самое трудное. А было грустно? Да, конечно. Понимать, что все закончилось? Грустно и радостно одновременно. То есть грустно, что компания распадается. Ну и радостно, что, ну, что-то новое же придет. Потому что, когда начался универ, то как-то тишина возникла. Ну, перестали звать куда-либо. Перестали звать в Питере на эпизоде, видимо, решив, что ой, там такие гонорары, либо ой, такая занятость, либо ой, у него корона. Такие истории долетали до меня, что кто-то из режиссеров хотел. Слишком дорого стоит. Да, вот, да. Либо гонорары, либо корона на голове, либо очень занят. И когда вот такое мне рассказывал режиссер какой-то, ой, я тебя хотел позвать. А что не позвонил? Да мне сказали, ты там такой вообще уже недоступный. Потому что не любят продюсеры, режиссеры, актеров, долго играющих на роль. Есть такое. Считают, что, видимо, что заштампованные, либо какие-то вот, ну, все. Не артист уже. Все-таки универ для вас это счастье, это удача или проблема? Безусловное счастье, конечно, да. Несмотря на то, что вот такая история происходит. Потому что я по-взрослому к этому отношусь. Есть, это палка о двух концах, любая ситуация. Есть плюсы, есть минусы, да. Наверное, иногда сложно минусы принять, но ты их в итоге принимаешь и живешь дальше. Вы в отчаяние впадали, когда нет звонков? Потому что все-таки это ваша профессия. Это самый тяжелый момент, над которым я еще работаю. Когда нет работы, я начинаю нервничать, да. Я же вожак, я же должен обеспечить. У вас есть ипотека. Как она изменила вашу жизнь? О, кардинально. Это большие возможности. Я живу в таунхаузе, за городом. Лес, скит и кладбище. Все рядом. Если что, недалеко ползти. Но ипотека — это такой стимул очень мощный к развитию. Потому что универ закончился, ипотека осталась. И сама себя она не выплатит. Поэтому надо было как-то шевелиться, придумать что-то, развиваться. Сколько лет вам еще осталось? О, много. Много? Кажется, 15 еще. Нет, больше, меньше, меньше. До 34-го года. Это сколько? Нет, это меньше. 9 лет осталось? Нет, 11 лет. 11 лет. О, всего-то 11 лет. Ну, сейчас у вас трое детей. Ремонт. Да? Ну, такой вялотекущий. То есть постоянный ремонт, ипотека. Как вы держитесь? Прекрасно держусь. Видите, еще стою. Вот сейчас паспорт потерял. Сейчас будем выяснять, где мои документы. И особенно, когда пандемийные эти изоляции были, то три месяца тишины полной. То есть ни спектаклей, ни съемок, ничего. Все же встало. А что делать? Ипотека тоже. Хотя я дожал. Вы мне каникулы дали. Три месяца. Но они их отсрочили. Они их перенесли. И как только я стал платить, то есть вот сразу же меня... Опа! А давай-ка, давай выплачем. Хорошо, да, я выплатил. Я закрыл эту историю попозже. Но да, финансы — это всегда тревожно. Ну, естественно, я закладываю наперед какую-то работу. Я понимаю, что два-три месяца, чтобы я был обеспечен работой. Я уже научился этому, что надо себе вот заложить некую перспективу. Как супруга вас поддерживает в этой ситуации? Максимально поддерживает. Она понимает, что все зависит от меня, и она не работает. И она всячески старается помогать. И все, слава богу. Это правда, что вы поменяли фамилию именно из-за универа? Нет, конечно. Нет? Нет. Я вернул родовую фамилию. Мне Мартыновой по обеим ветвям. Мама в девичестве Мартынова. И по папиной тоже Мартынова. Да-да-да. Просто дед придумал фамилию Стекольников, когда оформлял паспорт в Новгороде. Это почти уже сто лет назад, девяносто. Вот они и придумали с братом. Зачем? Не знаю. Там нет никакого криминала, там не было какого-то скрывания, чего-то. Нет, просто они взяли по профессии отца Стекольщика. Может быть, просто он был сталинист такой. Он как бы, мы наш, мы новый мир построим. И вот он решил строить свою новую фамильную историю. Тогда у меня еще возникло... То есть я еще могла как-то логику прочитать, да, если вот из-за универа вы решили поменять фамилию, чтобы вас не ассоциировали со Стекольниковым ботаником. Если вы просто вернулись к своей родовой фамилии. Да. Зачем? Потому что я почувствовал важность этого. Важность вернуть связи с родом, с той ветви. И это подпитывает, я считаю, это важно. Ваш дебют в кино случился в 10 лет. И на секундочку сразу в Париже. Да. Как вам удалось вытащить такой счастливый билет? Ну, это благодаря родителям, я думаю, сначала. Потому что я... Цепочка событий такая. Я сначала в школе у нас преподавали фигурное катание. И я записался к ним. Благодаря фигурному катанию я познакомился потом с одноклассницей, с которой мы сидели за партой. А она оказалась дочкой руководителя хореографической студии, хореографического коллектива народных танцев, русских народных танцев. Пошел туда. Там я научился садиться на шпагат. И когда пришла уже руководительница студии Форте в школу набирать новых детей, она спросила, кто умеет делать колесо или шпагат. И я поднял руку. Собственно, оказался в студии. И уже через год мы в Париж полетели сниматься в кино. Вот интересна такая ситуация. Вот ваш мир в Петербурге, 90-е годы. Да. И вдруг вы попадаете в совершенно другой мир, в Париж. Да, это был шок. Насколько они отличались? Это был шок. Причем не только культурный шок, но и, в принципе, для ребенка. Когда тут разруха, ты стоял в очереди по талонам за хлебом. Да. А тут какая-то другая планета просто. И тогда Париж был очень достойным. Сейчас говорят совсем. Я даже туда ехать не хочу, чтобы не портить ощущение детства. Говорят, совсем там и грязно, и кварталы прям опасные становятся из-за большого количества пришлых беженцев и так далее. Но тогда прям мы жили в гостинице «Орион», как сейчас помню, площадь какая-то, не помню. И в 6 утра открывались лавки, свежая клубника. Это, в принципе, тогда для меня удивление. Вот улица, вот открываются лавки, дворники чернокожие с зелеными метлами, как помню, в зеленых костюмах зеленые метлы. Вот они подметают Париж. Мы при этом работали, мы целую неделю, мы пахали, как взрослые. Причем смены были аж двойные. Прямо в 6 утра мы выезжали и в 12 ночи возвращались. Прямо тяжелые были дни. Но я не помню этой тяжести, я помню это ощущение какого-то классного места. Одна из историй. Детский магазин. Снимали эпизод в детском магазине, в торговом центре. Руководство готовилось к погрому. Они думали, что сейчас приедут русские дети и все разгромят. Разграбят, просто к погрому. Там чуть не с полицией уже. И когда они осознали, что все в порядке, что дети нормальные, спокойные, интеллигентные, встали в кадр, отработали, сели, ждем спокойно. Еще страшного не происходит. Они от радости нас задарили игрушками. Всякие мягкие игрушки, пистолетики, какие-то конструкторы, наборы. То есть для советского ребенка такое разнообразие, это шок. Вот вы возвращаетесь из Парижа. Что вы с собой привезли? Какие гостиницы вы привезли родителям? Ну да, во-первых, самого себя одел в какие-то спортивные костюмы, кроссовки. Понятно, сейчас я вспоминаю, это все такое синтетическое, не особо... Качественное. Да, но неважно, этого не было у нас, в принципе. Да, я какую-то одежду даже попал в размеры родителям. Помню, какие-то футболки, какие-то кепочки. Что-то такое привез. В общем, удачно и им понравилось. Плеер, помню, плеер с кассетников. Да, да. А как жили родители? Мама ваша, значит, музейный работник, папа инженер? Инженер системотехника, он программист. Программист, хорошо. Но в 90-е годы всем было не сладко. Да, да, да. И особенно этим профессиям, насколько я знаю. Вот как они выкручивались, как они выживали? Ох, ну это еще с 80-х, конечно, началось их выкручивание и выживание, когда по три работы там и папа брал, и мама по две работы. То есть параллельно, да, я, наверное, в яслях был, я с леса, а мама еще и убирала там. Трудно, трудным было. И, конечно, перелом, вот то, что случилось, это, я считаю, это трагедия. Развал Союза, специальный развал, более того, против воли населения. И я помню ситуацию, когда милиционеры, пьяные, избили папу по дороге домой. Он шел от метро, возвращается с побитым лицом, сильно побитым. Но для ребенка это шок. Как это так? Так, милиция, которая должна нас охранять, она, слава богу, не убили. Конечно, историй жестче было много, и у меня и знакомые, и по России. Дальше мы еще все-таки в столице были. В Петербурге. Культурный, да. А папа в итоге кем подрабатывал? Помню его, вот он со своими двумя, кажется, он однокурсниками создали фирму, чтобы какое-то программное обеспечение, что-то делали. И потом я помню эту ситуацию, когда его кинул этот однокурсник, начальник, тварь последняя. Он просто кинул как бы. Причем папа много чего придумал, а тут все захапал себе. Девяностые лихие. Нет никакой... Справедливости. Справедливости, да. Вот, то есть я очень рано узнал, что мир несправедлив. А расскажите о ваших родителях. Мама, папа, как они познакомились? Познакомили их друзья на каком-то, на какой-то встрече. У них очень быстро все завертелось как-то тоже, как и у меня потом, с моей супругой. Сколько они уже вместе? Да вот 41 год. С 81 года, да. 42. И сколько они прошли всего? Да, да. Сколько испытаний, сколько трудностей, больниц там у мамы, когда все родственники по очереди, просто все 90-е, это сплошь больницы, прям вот подряд. А потом папа сплошь больница. У него было 4 инфаркта. И полтора инсульта. Один серьезный инсульт, и такой легкий. Какой ангел-хранитель у него, я просто даже не знаю, сколько их у него, потому что, ну, доктор, который ему шунтирование делал на сердце, говорит, сколько у вас инфарктов? Четыре? Да вы, батенька, рекордсмен. Что у вас вкладывала мама? Самое главное. Слышать интуицию. Хотя столько лет я делал все наперекор, чтобы не слышать интуицию. Получал, шел дальше, опять получал, что надо слышать интуицию. Ну, от жизни получал. А что вы имеете в виду? Ну, те же травмы. Я же не слышал свою интуицию, мне же хотелось черный пояс. Черный пояс по тэквонту? Да. Есть? Да. Вот расскажите, какие травмы вы получали? Ну, очень серьезные травмы. Расскажите, какие? Был такой период, когда каждая тренировка заканчивалась какой-то микротравмой. Ну, то есть такие знаки прям, они все копилось-копилось. А я был очень вдохновлен этим видом боевых искусств. Так. Ну, надо... Долго копились микротравмы, и к чему они привели? Привели к большой травме, после которой я, хоть потом и добился своей цели, я получил свой первый дан, но завязал с активными тренировками, и вообще покинул этот вид спорта, и хожу в бассейн. Что за травма-то? Ну, на лице травма. То есть вам пришлось делать операции, вам пришлось лечиться? Да, да, да. Косточка сломалась, надо было восстанавливать. Как вас папа воспитывал? Технарь. Технарь, ну, строго, и с большой любовью, и терпением. То есть сейчас, когда я уже отец многодетный, я понимаю, какой был папа терпеливый. Я помню, переломал ему все модельки. Помню, вот советские мужчины, они коллекционировали модельки, машинки. И был такой ЗИЛ с антенками. Я помню даже, как я ее сломал. Я припарковал ее между книжками в книжном шкафу. Ну, и антенка там сломалась. Я помню, как он расстроился, да. Но не наказал? Нет, нет. Вы можете описать квартиру, где вы выросли? И район, в котором вы выросли? Да, я вырос на Васильевском острове, метро Приморское. И это 137-я серия 78-го года. Дом. Такие панельные дома, бетонные, с щелями прямо на улицу, в стенах. Холодный очень, холодный пол. И босиком нельзя было ходить, сразу простужаешься. Двушечка. Двушечка. Раздельные комнаты. Двушечка, кухня, коридоры, вот буквы «П». Все. Я помню, мы нашли кирпичи на побережье Финского залива, там, где сейчас завезда и новый район. Мы нашли кирпичи. И они были с печатями. С печатями того заводика, либо маленького, либо большого, которого произведение. Там 1860-й год. То есть откуда они взялись на намытом уже, на намытой территории, которая в 70-е или 60-е делалась, этот намыв. Вот это была загадка. Ну, вот штук 100 мы нашли. Из них составлена была стеночка такая красивая, до сих пор она у них. То есть снесена была некая перегородка, не несущая в кухню, и сделана наполовиночку. И вот этот вот постамент такой, он полностью из кирпичей вот этих старых. Интересно. Ну, это же надо еще придумать, конечно. Ну, мама, искусствовед. Мама молодец. После школы, год после школы, вы работали в детском доме. Да, да. Почему именно такой выбор работы у молодого парня, который не поступил в институт? Я занимался в театральной студии, и уже я как педагог чуть-чуть практиковался, я помогал руководителю заниматься с детьми. То есть с младшим поколением. Ну, какие-то вот движенческие дисциплины, там, ритмопластика какие-то, разминки, простые очень вещи. А директор этого детского дома профилактория была знакомая. И вот как-то по знакомству предложили. Хочешь попробовать? Ну, давайте, да. Тем более работать надо. Но работать с такими детьми, это психологически сложно. Сложно, но это колоссальный опыт. Ну, главное быть искренним, быть твердым в каких-то вещах. Да, это такая серьезная школа познания этого мира. Вот с этой стороны. Дети особенные, в том смысле, они, знаете, они хорошие, талантливые, но нестабильные. Они могут одно занятие заниматься великолепно, включаться, участвовать искренне. А на следующее занятие их не собрать. Они расползаются и просто не знаешь, что делать. А тебе 16 лет. А ты не знаешь, что с этим делать. А сколько было детям лет? Дети? Они сильно моложе. Там от 7 до 13, где-то так, такой период. Надо же было, чтобы они вас еще зауважали. Да, конечно. Вот поэтому нужна была твердость и решительность. А чем они вас удивили? Верностью. То есть, да, их там могло колбасить как-то, но когда там дело касалось выступления, ну, некий как результат наших тренировок было выступление на каком-то отчетном концерте вообще среди домов творчества, как-то так. Я даже плохо помню. И они очень так сплотились. Это их цель мобилизовало. Они хорошо себя проявили в этом смысле. Вы все детство занимались в театральной студии. Почему же вы после школы решили поступать на исторический? Ну, как-то вот нужно было самому какую-то проявить инициативу. Так усиленно педагог меня вот. Нужно в театральный, в театральный нужно, нужно, нужно. Не хочу. Мне нравится история. Пошел, попробовал историю. Не поступил, и слава богу. Хотя историю продолжаю интересоваться. И у меня очень много. А родители вам какой путь? Хотели бы, чтобы... Хотели бы... Что они? Куда они вас направляли? Не направляли, а я сам направлялся. Ну, я занимался в театральной студии. Они видели, что это хорошо. Что это приносит деньги. Ну, да, и деньги тоже приносит. Хотя бы там какие-то небольшие. Это хорошо, мне нравится. Вроде как что-то получается даже. Ну, так, видимо, в театральном вузе. Они очень удивились, что я в историке. Ну, давай, иди, попробуй. Хорошо. Ну, такие демократичные. Пожалуйста, вперед. И на следующий год вы поступаете... К театральный вуз, да. К Петрову, да. У которого учились? Угу. Нагиев. Нагиев. Гузеева. Гузеева, да. Кто еще у него учился? Ну, вот из однокурсников. Лифанов, вот, Лифанов его друг. Да. Насколько сложно было к нему поступить, к Петрову? Нет, не сложно. Я как-то сразу вскочил. Прям оп. Прям мой. Вот к другим там Козлов набирал, Паршин набирал. К ним я не прошел. Но к Петрову сразу. Хотя при этом я заболел. И с температуры 39 я какие-то... Ктуры у меня были, я помню, по сцендвижению. Я был такой вот, и у меня жар, горю. Но изображал какую-то гусеницу, там, что-то... Какие-то движения для сценического движения. Что самое главное он дал вам? Ощущение теплоты. Он мне как был дедушка родной. Прям. То есть такое прям... Общение с ним получилось на уровне родственном. Прям. И когда он ушел, он в 2007 году умер, и он уже прям... Он нас не узнавал, но меня помнил. Мы приходили к нему домой, навещали. И вот кого-то из наших он не узнавал. Он так... Там и там... Саша. Кого-то он не узнавал. Больно на это было смотреть, но это... Ну... Такие вещи... Неизбежны. Грустно, грустно, потому что... Как-то... Не хватает иногда. Вот по поводу еще Петрова просто... Ну, это такая важная история. Настолько петровцы, в том числе Нагиев, а не Лыков, кстати, вот. Это некая настолько мощная, объединяющая сила. Мы когда пересекаемся на съемочной площадке, даже разница в возрасте нивелируется сразу. Вот с Лыковым мы в «Гранде» пересеклись, сериал «Гранд». И когда мы начали... Я ему сказал, что я петровец. Ну, все. Завязалось некое общение, контакт. Уважение. Уважение, да. Нагиев ему... Привет такой сейчас передаю. Когда Петров сломал шейку бедра, Нагиев купил ему кровать. Это вот такая больничная кровать, которая стоит миллион, стоит... Короче, бешеных денег стоит. Без афишизации какой-то, без... Просто купил ему домой, чтобы он спокойно мог менять положение. Вот. Ну, в похоронах тоже все это в части принимал. Ну, там все петровцы слетелись. Я всем воздаю как бы респект, что молодцы, что все помнили, откуда они. И несмотря на то, что есть такой курс, перед нами закончил, там был такой... Да и сейчас еще он здравствует Лев Яковлевич Стукалов. Он курс фактически отнял у Петрова. Просто у него такой характер жестокий. И он поступил жестоко с мастером. Он им сказал, «Ребят, либо вы с дедушкой, либо вы со мной. Я научу вас быть волками в этой профессии». Дословно, может быть, не так, но суть такая. И он и сделал из них волков. Да, в плане мастерства он им классно дал школу мощную. То есть вот предыдущий курс, который у Стукалова, и он театр организовал, и они прям мастера. Прям крутые ребята. Но чисто по-человечески это было чудовищно, я считаю. Я помню этот момент на втором курсе, когда уже Стукаловцы из его театра стали расползаться, ну, видимо, из-за каких-то человеческих несостыковок. Стукалов вплыл к нам, как змей такой, как Иуда такая змея вплыла, поцеловал Петрова. Я помню вот эту сцену. Он поцеловал Петрова, сел рядом и объявил, что рад будет видеть нас после окончания у себя в театре. Вот такие сцены бывают в жизни. У вас довольно обширная фильмография. Вам много пришлось поиграть в разных... Ну, больше эпизодов там таких. Ну, эпизоды, да. Кто из партнеров вам запал в душу больше всего? Именно в кино. Да, пока в кино. Ну, на первом месте, конечно, Хелькевич, Аня. Ну, столько вместе. И это мой лучший кинодруг. И, в принципе, по жизни мы дружим. А прям в кино... Ну, на самом деле, петровцы. Вот как ни странно, петровцы — это и Лыков, это и Артур Ваха, с кем мне удалось пересечь. Что вас удивил больше всего? Ну, может быть, сейчас ее персона не столь популярна, но Мария Машкова меня удивила своей работоспособностью и своим таким вот настроем. Мы снимались... Это был фильм... Господи, «Женщина в состоянии развода». Вот этот сериал. Она в главной роли, а я там муж ее подруги. И снимаем сцену, какая-то финальная сцена, очень конфликтная, там много эмоций, экспрессии. А в кино же все сложно, нужно мастер-план снять, общий план еще какой-то, средний, восьмерочки все. И она каждый раз выдавала прям мощно все дубли, четко, без капризов. Прямо... Вот тогда меня это удивило. Мастерство ее. Она большой мастер. Вам пригодилось когда-нибудь отказываться от ролей? Ну, да. Бывали мелкие эпизоды, которые совсем были бессмысленны. Со всех точек зрения. С финансовой точки зрения бессмысленно, с творческой точки зрения и с репутационной точки зрения тоже бессмысленно. Такое бывало. Помню, звонит знаменитый кастинг-директор в Петербурге. Котенька, рыбонька, значит, у меня чудная роль для тебя. Это, значит, наркоман. Это в сериале. И там вот он лежит на скамейке, вот, ну, впереди главные герои, вот, но там есть что сыграть. Вот это ключевое у нее. У тебя хороший маньячный взгляд. Вот это ее. Ну, она, кстати, точно поняла, что маньячный взгляд у меня хороший. Отказались? Ну, на то... От той роли я отказался, потому что, ну, лежать просто на скамейке сзади, а впереди главные герои и там что-то. И все. Вот это эпизод был. Молча лежать и изображать там обколовшегося. Ну, зачем это? Кто ваш любимый актер? Много. Много. Нет одного такого прям, одного любимого. Я восхищаюсь некоторым, как реализовывают таланты. Брэдли Купер. Он очень классный, и он разный. Для меня это важно. Разный во всех ролях. Из наших, и Стычкин, и... Да и Хабенский. Его ранние фильмы очень крутые. Я вижу, как он... Я вижу, как он выстраивает роль. Я вижу, как он ищет психологический жест. Я вижу, как он продумывает развитие персонажа. Кто-то он классно делает. Ну, понятно, Леонов, Евстигнеев, там, великие. Мне посчастливилось Леонова увидеть вот так вот. Это в 94-й год, кажется. Как вы его увидели? Театральная студия. Мы снялись в окно в Париж. Да-да-да. У нас этот фильм там номинировался на всякие премии. Там «Золотой овен» тогда называлось, что-то такое. И мы приехали в Москву, станцевали какой-то номер. Вот это была гостиница «Россия». Сейчас она уже снесена, и парк заряден на этом месте. Была огроменная гостиница «Россия» и концертный зал «Россия». И вот за кулисами Смоктуновский был, Леонов был. Леонов плохо себя чувствовал, держался за сердце, за батарею держался. А он читал отрывок из «Поминальной молитвы». Такой спектакль был. Тоже такое... Впечатление детства. Недавно была на этом спектакле. Да? Играл его сын. Шикарный. Интересно. Влинг он, да. Четчетку вы танцуете? Да. Почему именно Четчетка? Ну, так случилось. Я занимался в театральной студии «Форте». Это в Петербурге. Мы снимались в окно в Париж вместе со студией. И руководитель прививала вкус к мюзиклам, к танцам, к джазу, к степу в том числе. И Фреда Стэр, Джин Келли. Это американские степисты. Конечно, с детства впечатление. И когда я вырос, я спросил себя, а почему бы и нет. Пошел, нашел педагога, стал обучаться. У меня был хороший уровень. Мы даже заняли какое-то место в всероссийском конкурсе артистов эстрады. Но у нас был номер. Я стучал степ, а партнер мой, Игорь Растеряев, он стучал на ложках, на фляге, и у нас была такая дуэль. Вот такой номер. С ним мы победили. Так, но при этом вот вы танцуете степ, чечетку, но при этом вы рассказывали, что у вас плоскостопие третьей степени. Я прочитала, что такое плоскостопие третьей степени. Это не подразумевает вообще танцы. Да. Как вам это удалось? Как вы? Через боль? Через боль, конечно. Ноги сводят. И есть определенное положение. Я не могу спать там на животе, потому что стопы лежат, и они сводят. Ну, какая-то часть жизни, но я привык, как бы ничего с этим не поделать. Просто часть твоей жизни. Все. Нормально. Хожу, танцую, пляшу. Ваша первая любовь? Первая любовь. Это интересно. Ну, да, первая любовь, наверное, была в детском садике. Звали ее Маша. Да. У меня супруга в итоге тоже зовут Маша. Это тоже знак. Безусловно. Я был назван в честь своего прадеда Александра Мартынова. Супруга у него была Мария. И я почему-то с детства знал, что у меня жена будет звать... Жену будет звать Маша. Так и случилось. Ну, может, я сам себя запрограммировал. Расскажите вашу историю любви с супругой, с Марией. Да. Мы познакомились на проекте. Причем это был театральный проект под эгидой Газпрома, когда собирались строить башню газпромовскую в Питере не на том месте, что сейчас. Там же был скандал, конфликт, и, слава богу, отвоевали у Смольного. Напротив, Смольного не стали строить, а вот туда в лахту загнали. Но под этой эгидой выделились какие-то средства и решили сделать спектакль с чиновниками Петербурга. Чиновники должны были один раз сыграть это все. А мы им в рацию должны были наговаривать, их инструктировать. Мама дорогая. Более-то две рации. Тут что им говорить, а тут куда им идти. Ну потому что они все же занятые, чтобы прийти и сразу вот некий перформанс устроить. Вот такой. И это на фоне произведения «Ревизор». Угу. И «Городничий» был не «Городничий», а «Городничая», потому что Валентина Ивановна Матвиенко была. То есть она должна была играть? Да. Как жалко, что это не случилось. Вообще было бы такое фантастическое действие. Любопытное. Но это было бы интересно, как минимум. Да. Для всех опыт. Но в итоге на таком проекте мы познакомились с супругой. Она художник-технолог по костюмам, художник по костюмам. Вот. Какое впечатление она вас произвела? Ну, я сразу понял. Первые 10 секунд я понял, что это моя жена была. Ну как? Вот так. Я не знаю, как это объяснить. Это удар молнии какой-то. Все. Я понимаю, вот она. Все. А дальше уже, да, там свидания, какие-то притирки. Хорошо, как вы на нее производили впечатление? Ну вот вы поняли, что она ваша жена. Она же там занимается чем-то. Она вас не знает. Ну как-то ухаживать, приглашать. Ну как? Вот она знает, что я актер, да? Вот тут примерки какие-то. То есть какой-то завязал сообщение. Я ее позвал, мы стали встречаться, общаться. Все. Ухаживание. А какое вы на нее впечатление произвели? Вы знаете? Ну да, она делилась первыми ощущениями. Ну какой-то мальчик. Хотя причем как бы зачем ей был мальчик? Ну может она так как бы любя сказала мальчик. Но на тот момент я еще был мальчиком. Внутренний, конечно. Не было внутреннего самодостаточности какой-то. Я ее со временем и благодаря ей тоже ее обретал. Но видимо она что-то почувствовала во мне главное. Может быть доброта, потому что у нее это был второй брак. И у нее сын от первого брака, которому я почти сразу купил автокресло. Вот это у нее произвело впечатление. То есть момент заботы и некой... То есть я беру ответственность за чужого ребенка. То есть я беру на себя и совершенно спокойно. Может быть это впечатлило. Потом, когда я присутствовал на родах среднего сына, это тоже очень серьезно повлияло на ее расположение и доверие. А вы сами захотели или она попросила? Я захотел, да. Да. А почему для вас это важно? Ну считаю важным быть рядом в такой ответственный момент. Ну для мужчины же это тоже какой-то сумасшедший стресс. Это стресс... Ну я человек, которого потом накрывает. Хотя ситуация, как дочка появлялась, она стрессовая настолько была. То есть она не дышала. Она с обвитием появилась. Синяя. Обычно. Серого цвета. Серого цвета. Скажем так, да. И как я так уже обшучиваю эту историю. Она, во-первых, родилась в день театра 27 марта. Она явилась на сцену жизни с драматической паузой. То есть не сразу решила подышать. Набежали врачи. И я понимаю, что ситуация нестандартная. А врачи причем тихо вбегают. Так берут. Тихо молчат, чтобы видимо не пугать маму. Не нервировать маму. Меня, наверное, тоже. Хотя, в общем, я все понимаю. Но вот эти три минуты это, наверное, самые страшные три минуты в жизни. Ух, сейчас прямо включаюсь в это состояние. Ну, ей быстрее катетеры там. Ну, это страшно. Она все это выдернула. Разоралась. Вы че? Я же здесь. Вы сделали ей предложение через два месяца после знакомства. Господи, где вы нарыли эту информацию? Где-то я уже упоминал это, да? Ну, просто как так? Почему так быстро? Ну, господи, я в первые 10 секунд все понял. Дальше уже некие моменты более подробного узнавания. То есть какого-то общения, уровня взаимных интересов. То есть вот. Ну, двух месяцев мне хватило. Хорошо. Как вы сделали ей предложение? Да, я предложение сделал на теплоходе. Нет, теплоход был Питер, Хельсинки, Стокгольм, такой плавал. Святая Марипа. Ну, в круизе вы сделали ей предложение? В круизе, да. В трехдневном круизе. Свадьба была скромной, насколько я знаю. И ей это не нужно было, и мне не нужно было каких-то пышных пожертв. Родители как восприняли ваш выбор? Не очень хорошо. Не очень хорошо? Да, подобиделись, но можно их понять, потому что свадьба, это в принципе не для молодых, это для друзей и родителей. Я это понимаю. А выбор невесты, как они вас приняли? Выбор невесты, ну, это же мой выбор. Это ваш, конечно, выбор, но обычно родители, ну, не обычно, есть такое, что родители могут там сказать, ты что? Наш сыночка достойен лучшего. Так бывает? Бывает. Но главное, чтобы сыночку это не особо, не сильно тревожило, потому что он выбирает жену не для родителей, а для себя. Я выбирал для себя. Да, конечно, черты некоторые не совпадают, и черты очень не нравятся моей маме, моему папе, ну, так же, как и моей супруге, много чего не нравится в моих родителях. Это нормально, мы люди, мы все разные, ищем компромиссы и какие-то... Учимся общаться друг с другом. Да. И я надеюсь, мне хватит мудрости вот в возрасте, когда мои дети будут жениться и выходить замуж, то мне хватит мудрости к принятию выбора их. Потому что они выбор делают для себя, а не для нас. Как вы находили общий язык с сыном Марией? Трудно. Трудно. И для меня эта трудность оказалась неожиданной. это... Ну, он другой, то есть, абсолютно из другого теста. Более того, я вижу недостатки его отца в нем. Во мне, конечно, просыпалась там, лев просыпался. Как он вас называет? Папа? Он сразу меня папой называл. Сразу? С первого же месяца? У вас трое детей? На секундочку. Да. Пишите, пожалуйста, их характеры. Пишите своих детей. Хм. Да классные они у меня. Старше 18, он уже занимается в колледже, в Фаберже, на ювелиры учится. Он меня воспитывает уже 14-й год. милосердию, доброте, терпению. Не слушается, короче говоря. Нет, ну наоборот, где-то слушается, просто он мой конфликтный нрав обуздывал и заставлял меня становиться лучше. Средний, ну в общем, старший такой философ, такой, в ритмах других существует. Я активный, живчик такой. Средний, ближе ко мне по движенческим каким-то вещам. Сейчас занимается брейк-дансом. А дочь еще больше активная, 4 года дочери. И танцы, пение, прям все хочет, все, скрипку хочет осваивать. Они более послушные, получается, чем старший? Послушные? Нет. Я просто стал уже мудрее и я стал направлять у каждого возраста свой подход. Просто со старшим уже, так как ему 17 лет, то на уровне дружбы общение должно быть. И на уровне такого. Ну да, друга, скорее, чем диктатор. А получается, это же очень сложно, не быть диктатором с детьми. Вот у меня дочки 8. Я не могу не быть диктатором. То есть я мягко говорю, она меня не слышит, она просто меня не слышит. А слышит только, если я начинаю. Да, да. Ну там, видимо, кризис 7 лет немножечко затянулся, да, если 8 лет. Ну, наверное, не знаю. Или сдвинулся. Нормально возрастное. Да? Да. Пройдет? Конечно. Ну, слава богу. Я, по-моему, задавала этот вопрос, но я еще раз его задам. С кем легче, с мальчиками или с девочкой? По-разному. Не скажу так. Не могу вот в этой категории сказать легче, тяжелее. Нет. Это про разное. Вообще про разное. У меня дочь родилась, и это другие энергии, другие ощущения, другой уровень какой-то. Ну, другое. Все другое с девочками. С парнями, может, проще в плане каких-то указаний, то есть, но там сложности в другом. С девочками вообще все по-другому, наоборот. Там просто нужно любить и быть в ее жизни, и качественно участвовать в ее жизни. Качественно. Ну, хотя и в жизни мальчиков тоже. Просто про другое общаться. Опишите вашу супругу, какой у нее характер? У нее уникальное сочетание какого-то открытости, когда она доверяет человеку. Она открыта, и это вот полет творческий, поиск себя в каком-то творчестве и какого-то такого полета, не знаю, как по цветочному полю бежишь. И при этом она такая жесткая, может быть. И она сейчас на юристы учится, чтобы отстаивать права детей, наши собственные права в связи с событиями 19-го, 20-го года. И как себя отстоять. И отстоять детей в школе в нарушение законодательства Российской Федерации проводились в Домодедово нарушения с прививочной кампанией от полиэмилита. Более того, они в нарушении ежи всяких норм проводили активированные вакцины. То есть, ну, не убитые, а живой вакциной. Более того, они не шли нам навстречу. И мы подняли такой шум, на дистант высадили 500 детей в Домодедово. Мы объединились все, и мы победили. Да, наш ребенок просидел пару месяцев на дистанте, а дистант — это самое худшее, что может придумать система образования для обучения детей. Это полный провал, я считаю. Это нельзя допускать, чтобы это встроилось в программу вообще. Нельзя лишать общения с учителем ребенка. Ну вот, и мы, моя супруга находила законы, находила единомышленников, и они образовались. В итоге у нее сейчас все лучшие подруги — это вот тот вот костяк сопротивленцев, потому что там интересы поднялись очень нечистых на руку людей и с медицины, и с министерства образования внутри Домодедова. там все очень гнило оказалось. Мы разворошили осиное такое гнездо. Иногда я думаю, как мы вообще живы остались. Более того, мы пошли научным путем, мы сдали тест на антитела к полимелиту. И у Ваньки, у сына, были эти антитела, причем очень сильный титр. То есть он буквально, полимелит переносится, как легкая простуда. Мы написали в Москву в учреждение по вирусологии, вакцинологии, короче, в учреждение, и спросили их официальными письмами, разрешено ли нам, имея вот такой вот титр высокий, вот официальные бумаги, присутствовать на занятиях и быть в школе, даже если у нас нету полного перечня прививок как полимелита. Мы делаем прививки просто. Да, разрешено, да. Но это не устроило домодедовские структуры. В итоге мы ушли из общей образовательной системы, мы в частной школе. Система выиграла, получается. Мы выиграла, да, просто мы устали. Но в следующем году, мы поняли, что мы победили, они в следующем году не стали ревакцинировать живую вакцину. Это самая главная была претензия. Потому что, когда живая, вакцинированный ребенок может заразить младших братьев-сестер дома. Вообще идиотизм ситуации. Вот у меня вопрос. Обычно люди отказываются от прививок, потому что они сталкивались с тем, что были какие-то побочные эффекты. Вы сталкивались, получается? Да, у меня с супругой сталкивалась. Она лично, то есть и в больнице лежала, и развитие старшего сына, старшему она делала прививки. Есть влияние. Есть влияние. и некая вот трудность в концентрации внимания. Там есть вещи, которые не афишируются, потому что это большие деньги. Мафия, как еще назовешь? Биг фарма. Не знаю, выживу ли я после этого интервью. Ну, а как это? Об этом надо говорить. Ой, сейчас мы уйдем в нефтедебрии. Давайте мы вернемся к искусству. Сменим тему, да, сменим тему про супругу, да. Кто кому уступает в вашей семье, если у вас такая супруга с характером? Да мы оба уступаем. Да и вы с характером тоже. И я с характером, да. Мы оба уступаем. Да, схлестываемся бывает. И потом... Это тоже необходимо. Просто выговориться... Ну, все равно это с любовью делается. По-доброму. Она даже говорит, вот мы сегодня поворчали, я поворчал на тебя, но все равно, как я тебя люблю. Вам в прошлом году исполнилось 40 лет. Да. Такая дата для очень многих людей, переломный момент. Кризис среднего возраста вас коснулся? Наверное, коснулся, но он не был там в 30, не был в 33, он был попозже, там 36-37. И что это было? Как это выглядело? А где же я еще могу реализовываться? В кино не берут, универ закончился, либо еще как-то... Я не реализовываюсь в творчестве вообще. В театре я не служу, то есть такая стагнация. И уже как-то, то есть, оглядываясь назад, а что я сделал для вечности? Ну, наверное, так этот кризис. То есть был поиск, поиск себя. Вот я нашел себя в психологии, преподавании, вот я реализовываюсь. Главная цель вашей жизни сейчас? Одна из целей, наверное, чтобы дети были счастливы в своем деле, чтобы нашли свое дело какое-то по душе и творчество свое какое-то нашли. Ну, понятно, здоровые и обеспеченные. В профессии? В профессии. Ну, конечно, разные роли реализовываться по-разному и играть. Много. Я вообще не такой избалованный ролями, это у меня главных ролей не так много. Все эпизоды, такой король эпизодов, ну, маленькие, но яркие. У меня на самом деле закончились вопросы. Вот я вам благодарна за то, что вы к нам пришли, за то, что вы нам так много рассказали. Подняли мы с вами самые разные темы. Да. И те, которые действительно проблемные. Спасибо вам большое. Спасибо за вопрос. Мне было очень приятно и интересно с вами общаться. Мне было приятно тоже общаться и отвечать на хорошие, умные вопросы. И я рада, что вы нашли паспорт. Это точно. Все, спасибо. Паспорт потерял и в ближайшее время вот сегодня, наверное, подтвердится. Там нас там с метро съезжу, спрошу. Пока непонятно с билетами. Возможно, уже будет другой паспорт, не знаю. А по загранпаспорту нельзя покупать билет с внутренней страны? Вообще не знаю. Может быть, можно. Надо узнать. стоп. В пиджаке? Нет. Сейчас. А где моя куртка? Я же с курткой пришел. Да, вы пришли в куртке, помню. Разобранный. Ну что, нашелся? Да, висит. Ура. Я сегодня... У тебя даже будут переписать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok